Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока «Управление компьютером с помощью мыши». На прошлом уроке мы с вами обсудили, что такое рабочий стол и меню пуск, а также как с ними работать, какие элементы они содержат. Сегодня мы с вами поговорим о том, как управлять компьютером с помощью мыши. Можно, конечно же, представить себе управление компьютером исключительно с помощью клавиатуры. Однако, если вы попробуете таким образом работать с компьютером, то сразу почувствуете определенный дискомфорт. На сегодняшний день представить себе управление компьютером без компьютерной мышки или ее аналогов, например, тачпад в ноутбуках и нетбуках, практически невозможно. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое компьютерная мышь, как с помощью нее управлять компьютером и какие у нее существуют аналоги и заменители. Для работы с различными программами и устройствами в компьютере используются различные графические элементы управления, например, командные кнопки. Так, например, на прошлом уроке мы увидели в левом нижнем углу рабочего стола кнопку, которая вызывает меню пуск. Однако, если вы попробуете нажать на эту кнопку просто пальцем на экран обычного компьютера, то у вас ничего не получится. Хотя, такие вещи можно сделать, например, в большинстве современных планшетов или смартфонов. Дело в том, что для работы с элементами управления, то есть командными кнопками и вообще с рабочим столом и с изображениями на нем в компьютерах, используется курсор компьютерной мыши, который является аналогом пальца человека при нажатии, например, на экран смартфона или планшета. Как правило, у мыши две кнопки — левая и правая. Указательный палец руки человека обычно располагается на левой кнопке мыши, так как она является основной. В случае, если с мышью работает левша, то функции левой и правой кнопок мыши можно поменять. На экране мышь представляет собой курсор, указатель мыши. Обычно он выглядит в форме стрелочки, однако он может принимать и другие виды, которые вы сейчас видите на своем экране. Если указатель имеет форму песочных часов, это означает, что компьютер в данный момент занят выполнением какой-то операции. Если же указатель имеет вид перечеркнутого круга, то это означает, что в данный момент выполнить операцию, которую требует пользователь, невозможно. Для того, чтобы нажать на какой-либо элемент, то есть выделить его, активировать, необходимо совершить следующее действие. Нужно нажать клавишу мыши, обычно левую, и быстро ее отпустить. Такое движение называется клик. Мы можем кликать левой клавишей мыши, можем кликать правой клавишей мыши. Для успешной работы с мышью необходимо выполнять следующие действия. То есть эти действия нужно уметь выполнять и постараться их отработать до автоматизма. Первое – это одинарный клик левой клавишей мыши. Второе – это одинарный клик правой клавишей мыши. Третье – это двойной клик левой клавишей мыши, то есть быстрый двойной клик. Между первым и вторым нажатием должно пройти очень маленькое время. И перетаскивание объекта, то есть перемещение объекта и мыши, соответственно, с зажатой левой клавишей. Кроме того, естественно, вы должны потренироваться просто перемещать указатель мыши с помощью перемещения мыши по коврику или любому другому прикодному для этого объекту. Если в дальнейшем мы не оговариваем, какой кнопкой мыши выполняется нажатие, то мы по умолчанию подразумеваем левую кнопку мыши. Если нам необходимо будет нажатие правой кнопки мыши, мы оговорим это отдельно. Давайте с вами попробуем понять, как перемещать указатель мыши, как работать с левой и правой кнопкой, и как это выглядит на экране, собственно, компьютера. Так, рассмотрим, какие же основные движения и какие основные действия мы должны уметь делать компьютерной мышью. При перемещении мыши указатель мыши движется вслед за ней по экрану компьютера. Например, мы движемся вправо мышью, указатель также перемещается вправо. Мы движемся влево, указатель также перемещается влево. Ну и вообще указатель повторяет движение за мышью. Это хорошо видно сейчас на экране. Давайте попробуем поработать с нажатиями левой и правой кнопок мыши. Для этого подведем указатель мыши к значку «Компьютер» и нажмем на него один раз левой кнопкой мыши. Мы видим, что значок выделился. Если теперь подвести указатель мыши к какому-то значку и нажать правую клавишу мыши, то появляется всплывающее окно, в котором можно выбрать любой из пунктов меню с помощью нажатия левой клавиши мыши. Появляется пункт меню, который мы сейчас закроем также с помощью нажатия левой кнопкой мыши. Теперь отработаем такой прием, как двойное нажатие, то есть двойной клик левой клавишей мыши. Если очень быстро дважды нажать на левую клавишу мыши, то мы можем открыть любую программу с помощью нажатия на ее значок. Вот мы открыли пункт меню «Компьютер» или «Мой компьютер». Мы об этом говорили на прошлом уроке. Давайте попробуем еще открыть какую-нибудь программу или какой-нибудь файл с помощью двойного нажатия клавиши мыши левой. Например, программу Windows Movie Maker. В средстве двойного нажатия мы видим, что запускается программа. Появившееся окно мы также можем закрыть с помощью нажатия левой клавишей мыши. Многие компьютерные мыши, помимо двух кнопок, имеют посередине между ними еще специальное колесико. Предназначение этого колесика в основном для просмотра текстовых документов и браузера. Дело в том, что при прокручивании колесика очень удобно просматривать текст. Прокручивание колесика приводит к быстрому перемещению текста вниз или вверх соответственно. Более того, при прокручивании зажатого колесика, то есть при нажатии на колесико и затем его прокручивании, происходит ускоренное перемещение текста, ну и соответственно страницы интернет-браузера. Существует три типа компьютерных мышей. Первый тип — это механические компьютерные мыши. Принцип их действия прост. Внутри мышки расположен шарик, который при движении мыши по коврику или по любому другому объекту вращается. И по направлению вращения мышь, ну естественно компьютер, определяет, в какую сторону пользователь виговая мышь. И соответственно в ту же сторону движется указатель мыши по экрану. Второй тип компьютерных мышей — это оптические компьютерные мыши. Их принцип действия следующий. С помощью светодиода освещается поверхность, опять же коврика или любого другого объекта, пригодного для перемещения по нему мышки. И специальная камера фотографирует освещенную поверхность и, сопоставляя фотографии, определяет, в какую сторону движется мышь. Третий тип компьютерных мышей — это лазерные компьютерные мышки. Их принцип действия очень похож на принцип действия оптических компьютерных мышей. Разница лишь в том, что светодиод с камерой заменяет полупроводниковый лазер. В современном мире подавляющее большинство компьютерных мышек — лазерные или оптические. Светодиод, который находится внутри оптической компьютерной мыши, освещает поверхность под ней. Свет от него отражается и воспринимается так называемым фотоприемником оптической мыши. Этот снимок отправляется в микропроцессор мыши, который обрабатывает череду таких снимков и делает вывод о том, в какую сторону движется мышь. Эта информация передается в компьютер, и на экране мы видим соответствующее перемещение указателя мыши. При необходимости оптическую компьютерную мышь можно обмануть. Для этого достаточно оторвать ее от поверхности, таким образом свет перестанет отражаться. И теперь, если вы поставите компьютерную мышь на любое другое место, компьютер не будет думать, что вы переместили ее, а будет думать, что указатель мыши должен остаться на том же самом месте. Компьютерные мыши бывают проводные, их подавляющее большинство, и беспроводные. Проводные мыши подключаются к компьютеру с помощью специального кабеля. Беспроводные мыши не подключаются с помощью кабеля, а передают информацию в виде радиоволн на специальный приемник, который подключается к разъему персонального компьютера. Конечно же, в принципе, беспроводные мыши удобнее, чем проводные, поскольку обеспечивают полную свободу действий. Однако у них есть небольшой недостаток. Они требуют подзарядки, поэтому работают на батарейках, которые приходится достаточно часто менять. На этом уроке мы познакомились с тем, как управлять компьютером с помощью мыши. Мы узнали об основных элементах мыши, узнали о видах компьютерных мышей, узнали о назначении левой и правой кнопки мыши, а также о том, какие приемы основные существуют в работе с компьютерной мышью. На следующем уроке мы поговорим о том, что еще умеет компьютер. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание.